Перед выборами вообще усилился спрос, наконец, на национальную идею. И мы знаем, что по изготовлению национальной идеи есть основной генератор, это Изборский клуб. Там под председательством Проханова собираются бородатные мужики, одевают кокошники и начинают создавать идеологию путинского государства, которое потом всем полагается выполнять. Иногда, кстати, создают очень удачно, потому что недавно обсуждали открытие научное. Оно могло бы лечь в основу новой национальной идеи в геноме русского человека. Ими были обнаружены микроскопические лапти. Они даже пригласили генетика. Он послушал доклад, скорая успела, генетику увезли. А Изборский клуб поправил кокошники и продолжил вычислять русские коды. Они очень любят вычислять русские коды национальные. Во-первых, код Бабы-Яги. Потом они вычислили код Горыныча, а вычислив генетический код Горыныча, оказывается, они замерли в ужасе и безмолвно молились несколько минут побелевшими от ужаса глазами. Но вот благодаря работе Изборского клуба стало мне, например, абсолютно понятно, в чем же русская идея-то заключается. Мы же все никак не могли ее сформулировать и понять. А вот что ж такого особенного? Какая такая историческая миссия есть у России? И мне это удалось выяснить. Вот ради чего были мучения в течение 300 лет, жертвы, репрессии, санкции, голодоморы, революции, там Бородинские и прочие битвы. Появилась ясность. Мистическая роль России, ради которой вот следует жертвовать всем, она заключается, как выяснилось, в противодействии мировому гейству. Потому что вот есть Гейропа и есть... Так это давно замечено? Есть Святая Русь. Нет. Просто, как выяснилось, больше ничего нет. И все вот эти трагедии, они все переживались на протяжении 300 лет, для того, чтобы 0,4% человечества никогда бы не трахалось в попу. Вот для этого требовалось убить 20 миллионов своих граждан, обречь на голод, холод, жить в 21 веке с очковыми сортирами, только для того, чтобы в Пекине или в Бельгии не целовались бы мальчики и не трахались бы лесбиянки. А все остальное, в принципе, Россия устраивает. То есть вот генеральная идея нарисовалась. Гейропа и Святая Русь. Миссия, да? Вот хотя странно, честно говоря, поскольку гвоздевой организацией в России идеологически является РПЦ, которая на 70% откровенно гомосексуальна, потому что трудно найти где-нибудь еще епископа, которые прямо подрясы на голое тело носят женское белье, а и подьяконов, то есть мальчиков, которые прислуживают епископам, первым делом отправляют на эпиляцию и на отбелку анусов. Ну, закроем на это глаза, в конце концов. Вот главное, что мессианская роль России, наконец, вычислена. Но вообще, если дело именно так и обстоит, то, может быть, черт с ними, с геями. Может, как-нибудь оставить их в покое. Либо вот эту ответственную миссию, может быть, переложить на какую-то другую страну. Вот пусть она в мировой жопе как бы и работает этой затычкой и спасает человечество от гейства, поскольку работа затычкой в заднице предполагает, в общем, постоянное в этой заднице пребывание. Россия, по-моему, немножечко подустала. Правда, пребывание вот это... Предложите свою идею, Александр Глебович. Хорошо вот хулить то, что уже есть. А вы придумаете, ради чего еще можно бы вот так учиться? Нет, ради чего это понятно. Но я вот, например, все-таки хотел бы, чтобы России дали хотя бы пару веков каникул от этой спасительной миссии. Пусть она просто вот прогуляется. Это можно было бы, например, передать Монголии. Монголии вообще нечем заняться. Они освоили новые луки, которые пришли к ним в армию, и сейчас скучают. И, думаю, в конце концов, можно и предложить. А вот что касается национальной идеи, которая могла бы, правда, кого-то объединить, и которая категорически необходима в России, это, конечно, не бред про Третий Рим, Великую Державу. Это, конечно, безграничные возможности личного обогащения для каждого гражданина. И поиск предоставления возможности максимальной свободы для каждого. Искать ни ограничители, ни изобретать новые запреты, отменить этот идиотский финмониторинг, законные идиотские представления под законные акты, и жить так, чтобы вообще вот каждый новый день приносил бы новую свободу. И если какой-то день не принес бы этой новой свободы, считать его прожитым зря. Возможность каждому человеку отковывать и формировать собственную судьбу, умерить аппетиты этого государства, не морочить голову этими абсурдными нациопрограммами, а максимально снести к чертовой матери налоги, дать возможность каждому обогащаться. И чтобы не висели над душой со своими фискалами, потому что все равно 9 десяток идет на ржавые бомбы, содержание уголовников, на роскошь двора, на олигархов. Вот государственный аппетит, конечно, можно и нужно было бы умереть. И вот чтобы каждый день давал бы шанс на новую свободу. И изобретать не запретители и ограничители, а максимальные возможности свободы.